I have ways of blowing things up. Наносить раны, видимо, не залечивать, видимо, все-таки сконтрировать сознание и состояние разрушительного вихря. Это мне дал только что некрономикон второй, который я прочитал. И также у меня появилась некромантия, которую я выучил через пустой слиток. Спасибо огромное, ребятушки, что подсказали. Короче, смотри, в чем прикол. В первых двух прохождениях я пробовал пользоваться свитками, но там это не работало. Возможно, из-за недопиленного русификатора, возможно, я не знаю как и почему, потому что там вроде как частично было на русском, частично на английском. Так, нет, не ты. Тут нужно одному чувачку дать бухнуть немножечко, а то он с ума сойдет к черту. Теперь, раз уж у меня появилась некромантия, я более-менее знаю, где у нас находится скелет. Не то, чтобы я запомнил, но я как минимум видел парочку скелетов. В общем, ребята из нашего пати стали экспендаблс, можно так сказать. Если кого-то из них случайно загасят, то можно будет поэкспериментировать. Но я сейчас в таком положении, что я сохранился, тут сохранился, но я сохранился с свитком. Мне бы сохраниться, на самом деле, где-то в нормальном месте. Светок меченька. Кстати, это все можно будет тоже потом повыучивать. Орел. Зря. Нет, не зря. Прикинь. Алхимель, но она у меня есть. Ни одна из них не привлекает. В столбах вроде как еще можно искать, да? Я в них не понимаю. Наполнено книгами. Не понимаешь? Отлично. Итак. Вот. Вот это местечко, в котором нужно было, если что, копать. Ну, я понял из ваших комментов, что если у тебя нету карт, то копать становится абсолютно бесполезно. Блин, я теперь чертовски хочу сохраниться. Я бы сейчас даже не побрезгал использовать второй свиток, если что. Ага. Ну, посмотрим, как пойдет. Пока что я вне опасности. И, опять же, теперь, учитывая, что у меня есть некромантия, я себя чувствую немножечко, наверное, поспокойнее, что ли. Сохранялся я вот тут, в этом углу. Хорошо. Так. В общем, мне повезло настолько, что я с первого раза и прочитал книгу этого некрономикона. И также наколдовал себе, поэму о любви и муках, потом почитаем, наколдовал себе некромантию. У меня остался еще один пустой свиток, который я потом смогу, наверное, где-нибудь применить. Посмотрим, как это все будет происходить. Страшно до черта. Место очень неуютное, но это, в принципе, понятно. Голубой флакон. Палку. Ну, мне бы теперь получается красный флакон и зеленый флакон. О, мы, наконец, начали флакончиками обзаводиться. Красные травы. Течет, затронутся, зачерпну. Давайте зачерпнем. Черное. Это нам потом понадобится для... Чержиткость легкая. Я бы еще одну зачерпнул. Спасибо. Пусть у нас будет две, на всякий случай. Позы. Так, это я помню. Там для загадок там все надо было. Мне сейчас волнует, как бы нам пройти мимо Вильзевулов. Слабеет от голода. Так, кстати, да. Вы мне, наверное, говорите... Кстати, по хпшкам мне нужно будет... Я понял, как я могу лечиться. Ну, в оффлайне, грубо говоря. Насколько это оффлайн. Ну, не в бою. Вы мне говорите, стоит ли... Ну-ка, знаете че? Жертвы молиться? Нет, ребят, уйти. Стоит ли мне держать жизнь в моих напарниках? То есть, это понятно, что я могу взять скелетона в себе. Но я не хочу, наверное, как бы специально убивать моих напарников с другой же стороны. С другой же стороны. Вот, изуродование тела. Вот, видите, использовать некромантию. Я могу его поднять. Раньше этой опции у меня не было. Значит, и со скелетами будет такая же самая штука. Я помню, что вы про гулии мне писали, что гулии это такое себе. А вот скелетики, они будут получше. Блин, блин, блин. Тут что-то... Ага, вон Вильзевул ходит. Вильзебуб. Сатанус. Так. Давайте наверх там вроде... Да, тут были грибочки. И травки. И факел потух. А это, случайно, не дорога, куда мне надо? Слегка голоден. Это, конечно... Классно. Травку я возьму. Короче, смотрите, в чем у меня сейчас дилемма тогда заключается. Если я могу поднять... Скелетов. Стоит ли мне сейчас расходовать ресурсы на... Слобеет от голода. Вы что там, долбанулись все, что ли? Вот, опять же, то, что я их сейчас кормить буду и всякое такое. Вот, давайте тушеные рагуи скормим. Стоит ли мне сейчас расходовать ресурсы на поддержание моих спутников, если я все равно собираюсь от них избавляться? Или же спутники, они все-таки предпочтительнее, чем скелеты? Или же мне все-таки пойти полностью в скелетов? Но тогда, получается, я буду тратить... Не то, что буду тратить, а я потрачу много маны на их поднятие. Мне нужно будет где-то взять... Даже не знаю... Определенное количество менталки для того, чтобы... Кстати, насчет менталки. Давайте ее не просаживать. Факел. О, Пика, привет. Так, 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 так. В принципе, понятно. И, кстати, еще насчет скелетов у меня к вам такой вопрос. Ну, понятно, что их, наверное, не надо будет... Я не знаю насчет, понятно. Как их нужно будет обслуживать, так скажем. Их нужно будет лечить, их нужно будет... Что с ними нужно будет делать и как с ними нужно будет обращаться. Так, тут у нас сейчас голем появится, да? Возможно, вот тут хороший вариант провернуть куб. Но я бы такой, чтобы... Блин, чертов паук, иди отсюда. Растопчите его. В общем, я просто, я же говорю, я еще ни разу не играл со скелетами. На данный момент у меня, по крайней мере, появилась эта возможность. Спасибо, ребят, что подсказали, как это все делается. Потому что, ну, в самом деле, не то, чтобы это было не очевидно, а... О, балкончик, привет. Скажем так, что раньше это просто не работало, как должно было работать. Я нафиг заблудился. Давайте я вернусь. Прокручу, наверное, кубик. Так, нет! По цветочку надо бить, это я помню. Так, ну, атаковать... Че у меня по умению? Сферы тьмы. Понимаете, я не хочу сейчас менталку тротить, тратить. С другой стороны, я могу их... Раны вообще с ракет стоят. Офигеть. Да какой ты промах-то, ты че? Молодец. Офигенно. Это че такое вообще с тобой? Че это за цветочек это? Афигли вы мажете-то все? Цветочка трубили. Он промахнулся, неплохо. Попробуй ему голову отрубить. Да че ты мажешь-то? Блин, больно. Есть, ноги поотрубали, голову отрубили. Побеждай, че за цветочек-то был? Обыскать сырое мясо, отлично. Освежевать. Мех. А цветочек на ней остался, смотрите. Что он делает, я не помню. Погодите. Книги. Магия крови и цветов. Это случайно не то? Не возвращаюсь к воспоминанию. Восточный Союзник, учительный, великим. Уговорил, учитель стать учеником колдуна. Провел его в сопе. Так, погодите. Секретах, заклиняемых которых она нам не рассказала. О том, как пластичь знания магии крови и магии цветов. Что еще информацию о них? Вам придется искать где-то еще. Во что он мне поведал? Я знаю первый секрет Грагорода. Если... Страх. Если я вижу свисающее с дерева тело висельника, я взываю к его душе и вновь связываю его с поповиной. После тело будет... Так, я знаю первый секрет Сильвян. Если я всплесил свое семя внутрь покойника... О, какие подробности! Я не уверен, что я хочу их знать. Остатки его жизненные энергии даруют мне сына. Сына, чья жизнь целиком будет состоять из насилия. Я знаю второй секрет Грагорода. Маленький мирок, который меня всегда интересовал, становится понятнее. И, наконец, могу обращаться с насекомым вокруг меня, что поведет мне свои секреты. Я знаю второй секрет Сильвян. Я, наконец, могу не бояться, что меня разделят с теми, кого я люблю. Мы будем едины в оплоте. Акт любви, заставляющий две души соединиться. Это брак. Это я помню такую штуку. Грагород, третий секрет. За все обиды, причиненные мне, я одним указательным пальцем могу впустить на свободу разряд неумолимой силы. Ставь их отчаянно молить о пощаде. Третий секрет Сильвян. Потому как люди, низшие создания, движимые чувствами и поготью, я могу с легкостью контролировать их перевязанность самым первобытным из путей. Это, конечно, круто, но что за цветочек? Я не помню, у меня в книгах было где-то описание или нет. Книга страхов, анатомия, цветок. Так, цветок. Вот эти можно потом раздать. Учения, приказы, поэмы. Поэмы о любви и мучениях. По-моему, мы это, кстати, не читали. Ты обдумываешь эти строки. Я, я нет, я не обдумываю. Извините, вы не туда попали. Надо будет, на самом деле. Так, анатомия, доктрина, просто. Это, так, алхимилия. Черт. В анатомии это было? Книг, симптомы. Вот. Это не то. Это не то. Это не то. Это тоже не то. Я, я не знаю. Короче, я вот искал анатомию. В анатомии этой штук не казалось. Ладно, по крайней мере, мы Вильзевула завалили. Смотрите, что я думаю, кстати. Раз уж на то пошло. Я понимаю, что у меня тут флакон и все дела. Давайте я, наверное, буду их все-таки пока что лечить. Выглядит она не очень хорошо. Я крайне рад за нее. С другой стороны, если она сдохнет, у меня в отряде освободится место. Привет, ребят. Так, что у меня там по деньгам? Редкий собеседник. Ты просто осматриваешь, что у тебя на продажу. Так, что я хочу? Рецепты у меня есть? Алхимилия, Алхимилия. У меня есть, кстати, это все. У нас там будет еще один торговец в этом подземелье. Так что я, пожалуй, пока что воздержусь. Белый флакон. Красный флакон. Так, погоди. Предмет. Давайте сначала дадим ей червивый сок, может быть. Черный флакон. Флакон с вином. О, у меня есть флакон с вином. Хорошо. Давайте я дам ей... Да, 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 да. Это ее вылечит. Отлично. А теперь нужно белый флакон. Он у меня последний, тварь. Ну ладно. Цени, Дарсик, цени. Что я для тебя делаю? Блин, я тут... Ой, табак, это вообще здорово. Что у меня? 41 по психике. У нее, кстати, тоже кукуха уже потихонечку едет. Давайте мы зальем винца, наверное, в нашего могца. Потому что, как минимум, это мне даст пустую бутылку. Что уже хорошо. Ты не уверен, из-за чего именно? Из-за страха или холода? Но у нее с псих... Отзываются эхами ужасом. Тут я помню, потом будут эти ангелоиды ходить. Твари, что в вас разорвало. Серебряный... Флакон воды. Круто. Талисман очищения. О, это для входа в разные интересные дверки. Это я помню тоже. Так, вот эта дверь потом будет открыта, по-моему, в темном виде. Дарс, типа, и просто плохо? Или... Или мне что-то надо делать? Я не пойму. Потому что вроде как вылечить-то я ее вылечил. А, да, здравствуйте. Тут тоже есть красные травы. Мне бы не красные травы, мне... Палку, палку, огуречек. Мне бы сохраняшку, на самом деле. Я туда еще не хочу сейчас идти, я еще не готов. Грязь. Так, минуточку, тут у нас... Да, смотрите, тут у нас кукуха вроде как не едет. А может быть она даже восстанавливается? Знаете, что я хочу попробовать? Шепот любви. Созданная древней богини силеной излечает значительное... ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ количество. Излечивает ранение, излечивает значительное количество. Давайте попробуем. А, это на одного излечивающего. Вот, 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 в чем разница, смотрите. Я немножко кукухи потратил. Давайте посмотрим. У нас сейчас 56. Посмотрим, сколько ее будет. Пока я хожу по светлому помещению. Ну, по помещению, конечно, это не помещение ни разу. Ну, в смысле, по светлой локе. Я помню такую фишку. Тут вроде то ли реверсивное восприятие, то ли оно как минимум замедляется. Так что давайте рискнем. Кажется, более настороженный, чем обычный. Это, конечно, круто, да. Молодец, Дарс. Красные травы. На самом деле, по луту у нас вроде как ничего. Я бы, наверное, хотел бы больше психоделики, чтобы у меня было. Пять гнив. Капкан. Капканами надо пользоваться, не спешить. Нет, смотрите, потихонечку 49, потихонечку подымается. У нее сейчас подымется до полтоса, и она перестанет себя чувствовать дерганой. Мне кажется, возможно, наверное. Куб глубин. Это я пока, наверное, не хочу. Выглядит она не очень хорошо. Стой. Пятьдесят, да, подымается, отлично. То есть, таким образом мы можем... Стойте, так это же реген манны, грубо говоря. Ты обмениваешь, по сути, еду на манну, потому что... А, тут я уже все утонул. Ну, пока мы тут ходим. Да, мы голодаем, но у нас регенится манна. И нам это вообще ни разу не плохо. Так, здесь. А, да-да-да-да-да-да. Ага, я помню тебя. Гадости кусок масла. Тут, по-моему, кровать. Факел. Деревянный баклер. Кахар надо было покормить. Я помню. Табак, вот, отлично, я же говорю. Мне бы психоделику поднять, и все было бы хорошо. Да, ну... Порвать одеяло, во-первых. Во-вторых, мне, наверное, нужно бы... Тут оно садится? Да, тут в темноте оно садится, смотрите. Мне бы, наверное, зачистить... Ах ты ж! Зачистить помещение, я хотел сказать. Так, э-э-э... Не, погоди, умения... Давайте сферы тьмы. Они дешевые. Ну, относительно. И потом надо будет... Малого убивать. Но руки надо ее отбивать, потому что она... Горябается ржавчиной. Хорошо. Наверное, зря я так пожестил сейчас с магией. Бей малого! Проблема в том, что я сюда обычно уже прихожу с крутыми пушками. Сейчас я пошел... По той дорожке, когда у меня нету крутых пушек. Я, типа, сюда быстро пришел с фулл-пати. С магией, но без хороших пушек. А чтобы туда вернуться... Кстати, ребят, насчет вернуться. Блин, а ты там, я не знаю, сдохнуть не хочешь, например? Сколько ты дэмэджа впитываешь? Есть, наконец-то. Но это надо не промахиваться. Прикиньте, если бы я промахнулся... Давайте ноги и подрубаем. По 780! Вот это ты же сданул, чувак. 710! Откуда вы такие дэмэджи берете? По голове промах будет идти. Надо было в торс садить. А, к тому же, да, манекен сражается без головы. Мне надо было убить сразу обоих. Счастливую монетку. По-моему, в этом подземелье больше никого, кроме этих двух придурочков, то и нету. Потому что... Чтобы я потом мог сохраняться по-нормальному. Видите? Да, тут сейчас больше никого и нет. Поэтому мне, наверное, все равно придется второго грохнуть. Слегка голоден. Блин, а ты же у нас голодаешь. Я забыл про тебя, извини. Где у нас там было? На жареного мяса наверни. Тебе полегчает. Открыть. Ай, ладно, я пожалею об этом. Угу, я же сказал. Нет, капкан при этом тоже нормально. Что мне по разуму? 35, 45. Давайте я на секундочку тут сейчас постою. Посмотрим. 35. Тут же светло, по идее, да? Там, где светло, мне не должно быть страшно. Нет, мне тут все равно страшно. Так, значит, давайте тогда... Ммм... 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 У меня, кстати, появился красный флакон, да? Я не обратил внимания. Наверное, да. Давайте мы трубку... На жреца. Напыхаем разочек. Дарс у нас еще... Да, это его полностью воскресило относительно. Дарс у нас еще не в таком страшном состоянии. Мы можем попробовать ее отбафать на улице. Как бы это плохо не прозвучало для Дарс. Так. Так. Отрубаем коряпки. Потому что она будет ржавыми коряпками царапаться. Мне это не надо. Хорошо. Выпадение младенца. Погоди. Умение... Давай мы, наверное, сферы тьмы по-малому. Чтобы его больше продамажило. Мне главное сейчас его убить. Потому что он тут основная угроза. А статуя без этого не берется. Так. Еще один раз промахнулись. Ну, офигенно. Да зачем? Ребят, нельзя мазать. Она... Нельзя мазать. Хорошо. Говорю, нельзя мазать. Ага. Ха-ха. Ломайте ей копыта. Я что, по голове все... Блин. Зачем? С другой стороны голову отрубили. Все. Фух. Это было рискованно на самом-то деле. Я был совсем не уверен, что я хочу вот так рискать. Но, с другой стороны, мне надо было очистить. Да, какое освежевать. Обыскать. Что полезного? Так. Теперь мы можем без вреда для себя тут сейвиться. У. А это уже кое-что. Это уже кое-что. Отдох... Минуточку. Уйти. Что там по хавчику? 48. Давай мы, наверное... Где ты? Покормим тебя, дружище. Да-да-да-да-да. Отдохнуть. Блин, а вот это может занять некоторое время. А, не, ладно. Сработало. Ха-ха-ха. Давайте сюда запишемся. Смотрите, что я хочу. У меня есть красный флакон. Флакон с жидкостью красного цвета. Крайне едкий. С помощью него можно расплавить некоторые предметы. Вот. У меня появились красные флаконы. Хочу ли я при этом, наверное, сходить сейчас назад? Вот. Наверное, да. Потому что теперь я могу сразиться с вороной. Теперь я могу забрать... Меч. И даже меч. И... Сейчас осталось только вспомнить, где тут выход. Ха-ха-ха. Факел. А, стойте. Стойте, 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 стойте. Есть еще вот такая штука. Воспользуемся. Балкон вполне мог считаться частью... ...здания. Поэтому давайте мы, наверное, сначала... А, вот еще сюда можно. Кольцо с тылой кровью. Спасибо. Выходим. Смотрим на состояние. 40, 76, 51. Мы можем, наверное, приготовить пока что что-нибудь. Сделать предмет. Ингредиенты. Один черный флакон, одно масло. И мы получим мутный флакон. Капюшон мы сделать не можем. Мясной пирог у нас вяленого мяса нет. Синий флакон мы можем. Во, мука. У нас есть мука. Давайте овощной пирог сделаем. Фиолетовый флакон, без понятия, что это такое. Вот, наверное, он, да? Один синий флакон и один красный. А, черт, это будет... Это нам тратит красный флакон. Я, честно говоря, не хочу. Так. Интроглицериновый порошок. Черный флакон. А, мы получим взрывной флакон. Отлично. Оранжевый. А, оранжевый у нас делается из желтого. А, желтый у нас делается. Ха-ха-ха. Извините. Так, хорошо. Давайте тогда сделаем по-другому. А, тут у нас страница книги. Грибного рагу у нас зашибец. Я могу его понаделать пока что вот так. Зеленые... Зеленых травы у меня две. Идите к черту. Оранжевый флакон. Оранжевый флакон делается из желтого. Так, хорошо. Вроде более-менее... 40. Пока я был в менюшке, оно не работало, что ли? Ну-ка. Подождите. 40. Как минимум не тратится, смотрите. 39 тратится. Тратится, тратится, тратится. Нифига. Блин. Блин, 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 блин. Вообще ни разу не фан. А как мне... А, да-да-да, я помню тебя, парнишка. Это нам к старухе-вязальщице. Я туда пока не хочу. Мне пока что... Нечего ей предложить. Ага. Ага. Чуваки потихонечку начинают съезжать с катушек. Это к библиотеке. Да, это к библиотеке. Подождите, ребят. Я заблудился. Най. Да? А что это мне сделать, я не помню. Блин, я не помню, что это... Зачем я это нажал? Большой зал. Огромные. Нарисающие над вами фигуры. Приветствую тебя. Они сидят за огромными обеденными столами. От них исходит зловещая арона. В то же время здешний воздух буквально пропитан мирной атмосферой. Дяди. Приветствуем. У тебя есть право на три вопроса. Спрашивай с умом. Спрашивай о чем угодно. О ком или о чем ты хотел бы узнать больше. Ох ты ж ё! Нет, я... Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Так, погодите. Ну, это глупо, наверное, да? А тут одна строчка будет... Мы не понимаем сути вопроса. Блин, потому что тут нужно спрашивать... Осталось два вопроса. Спрашивай чем угодно. Я сейчас, по-моему, просираю, да? Все, что я могу просрать. Подождите. Давайте сделаем по-другому. Ребят, я загрузился. Там, кстати, после этого дают книгу просветления, что, конечно, офигенно. Но я чувствую, что... Я чувствую, что это что-то важное. Я не хочу это тратить. Чёрт! Я заблудился в Махабре! Ёлки-палки! Я хочу выйти к центральному. Там, где... Короче, на выход. Я хочу вернуться в подземелье. А как это сделать? Я не помню. Сейчас. Минутку. Если тут библиотека... Это же библиотека? Это библиотека. Значит, проход направо где-то. Давайте сходим. Так, тут паучок ползает. Да, но нам не к паучку. Нам как-то... Хотя мы могли бы и паучка-то, собственно, уторабанить. Он вроде не очень сильный, если я правильно помню. Но суть не в этом. Мне... Мне он не нужен. Чёрт. Давайте повращаем куб ещё раз. Серьёзно, я тупо потерялся. Это... Это не смешно. А то сейчас будут вензивы выходить. Это не помню. Так, во-первых... Трубку. На. Держи. У нас ещё ранг в Альдуфе Гопа, но мы немножко подождём. Факел. Он реально зелёный. Травы две. Две, Карл. То есть у меня на ошибку очень... Мало прав. Его явно что-то беспокоит. Но это не... Ничего не осталось. Это не сюда. Это... Это мы сейчас идём опять... К тому месту, где сражаться с мясным боссом. А мне мясной... Этот мидбой сейчас не нужен. О, красная травка. Погодите, я тут не... А, я тут не был. Счастливая монетка. Да. Соро, меня сажарим. Перенжалка. О, нельзя... Послушай, я так больше не могу. Мне нужен отдых. Что-то не так. Говорят, крайне... Это тьма. Она подпирается ко мне. Видел знакомые лица. Стащих приростков. Голоса. А, они... Не сдавайся. Нам просто нужно двигаться. Тебе лишь рассудок. Возьми себя в руки. Я в курсе, что это мираж. Но это не этот факт, что мне... Мне правда нужно передыш. Хочу просто присесть. Я уж не хочу, чтобы кто-то со мной нянчился. Ты нам нужен? Прошу, не сдавайся. Я знаю, что твоя жизнь была не из лёгких. Но ты не подала страх в отчаянии. Так почему вдруг сейчас решим... Режь ножом по слабому месту. Но как-то мы будем стоять перед твоими красивыми глазками. Ладно, куколка. Добавляем счастье в очередной раз. Отдаривает Кахару осторожной улыбкой. Оу, 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 оу. Так, а почему Кахара на 45 у нас начал плыть? Погодите. На, конечно. И... Кто-то у нас рангвальд. Да, ему тоже было фиговастенько, поэтому... Тут можно опять порвать это дело. Оно у нас отрегенилось. Неплохо. Но тут будет какая-то фигня, вроде как. Если я правильно помню. Да, 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 да. Труд насекомые личинки, что также способствует его сохранению. Шесть зверя была разрезана. Взять копье. Боевое косу получили. Я не хочу с этим драконусом сейчас сражаться. Так, тут я уже все открывал. Ничего не осталось. Наверху, на балконе... Да, рычаг. А, вот это место. Тьфу ты, блин. Вот это я протупил. Я же открыл шорткат себе, и я же про него забыл. Красавчик. Хожу, ищу, где оно, где оно. Хорошо. Это было сейчас крайне глупо. Где у нас тут... А, ближайший куб, чтобы провернуть. Вот здесь. Супер. Значит, это место теперь у нас открыто, и теперь мы можем тут спокойно пойти засейвиться. Теперь... Нет, не ты. Ты. Давайте рангвальда посмотрим. Ритуальное копье. Боевая коса. Она хуже. Скенитарь, короткий лук. Оптимизировать я не буду нажимать, а она мне опять какую-то фигню нацепит. Блин, как здесь кольцо стыло и крови. Обалденно просто. Капюшон, ну ладно, доспехи. Ритуальное копье, боевая коса. Может быть, коса, кстати, одноручная. Вот в чем прикол. Но дело в другом. Сейчас... А, это вот эта фигня, которую я убил. Тфу ты. В общем, вот он наш шорткат. В смысле слабеет. Ты там вообще нормальный, что ли? Где там? У меня же куча грибов есть. Ну вот, еще жареного мяса осталось. Дофига давай хавать. Давайте сохранимся. Отдохнуть. Везет. Везет. Сегодняшнюю серию можно так и назвать. Везет. Хорошо. Значит, ребят, получается, к следующей серии пока что, что у нас осталось? Какой багаж? Во-первых, можно спросить три вопроса у богов. Ребят, кто знает? Пожалуйста, напишите, как сформировать для них вопросы правильно. И что лучше бы спросить. Во-вторых, у меня остался еще один пустой свиток. Так, и раз уж они работают, нужно будет хорошенько подумать, как его правильно использовать. Вот. Так что, я думаю, это будет еще один повод для исследований. Наверное, уже сам посижу как-нибудь, поразмышляю. Мы с вами решили, что серии будут выходить по субботам раз в неделю. У меня будет время немножко поразмышлять на эту тему. Во-первых. Во-вторых, так, мы сохранились. Теперь можно не паниковать и спокойненько пойти назад. Там у нас есть, правда, зомпаки, которые тоже заражают, которые мне вообще ни разу не нравятся. Но, черт как бы с ними. Их двое. Я пойду сразу тут... Ну, блин, а тут... Черт. Ха-ха. Неудачники. До свидания. Факел, пожалуйста. Я не буду экономить. У меня есть и ткани, вроде как и палки, и всякое такое. Вот эти вот штуки мы все потом с вами опять же соберем, все посмотрим. Я помню, какие... Ну, как это все работает. Я сейчас хочу вернуться за. У нас есть три хороших оружки, которые мы можем прихватить. Во-первых, все-таки можно вернуться за миазмой. Раз у нас есть сейчас красные флаконы, мы можем попробовать ушатать... Ворону. Я не вижу никаких минусов в этом. Здравствуйте. Не-не-не-не-не-не-не-нет, чувак, нет. Нет, и ты тоже нет. Вы все нет. Вы все идете нафиг просто. Погоди, мне нужно передать... Так я же тебе только что это... Что случилось? Слабеет от гола, возможно, тьма у меня кто-то сглазил. Я будто в баритуете в тоннеле медленно. Да-да-да-да-да-да. Идите без меня. Обращай внимание, продолжим наш путь. Этого получилось проще уговорить. Так почему у тебя 65? Что тебе? То есть, дружище, у тебя нет вообще никаких поводов для того, чтобы съезжать с катушек. Ай, ну допустим. Эта тварь-то еще тут. Свали, пожалуйста. Да черт с тобой, давай подеремся. Оно меня может все равно поцарапать, оно меня может все равно укусить. Ну, что уж поделаешь. Стоило ли оно того? Нет. Хочу ли я после этого тратить зеленую траву, которой у меня и так нет? Нет, но Кахара сдохнет тварина без этой зеленой травы, чтоб его... А зеленой травы у меня осталось две. Короче, смотрите, мы приходим к тому же моменту, что... А ну нафиг, я загружусь. Блин, ребят, извините, пожалуйста, я не вовремя нажал на запись. Вот этих гулей можно просто рассеять антимагией. И потом поднять на свою же сторону некромантией. Это красиво. Я вообще, ну то есть я с ними не то чтобы дрался, а вступил в бой, применил некромантию, которая не стоит ничего. И они просто упали. Это было легче, чем я думал. Пять серебряных монет. Теперь этих придурков можно... Я открыл маленьким ключом. Ладно. Этих придурков можно теперь вообще не бояться. Смотрите. Попробую про... Знаете, потому что... Потому что я вам сейчас демонстрирую, именно сейчас это не получится. Так, антимагия. Ну и просто на атаку всех остальных. Вот, и снимаешь заклятие поддерживающей жизни в гуле с помощью антимагии. Гуль лишенный души мешком падает к твоим ногам. Все. О, и я могу его себе еще и поднять. Открыть дверь. Ну то есть... Эти ребята, доставлявшие столько неприятностей, потому что они заражают, они всякое такое. Они очень легко складываются вот таким вот образом. Вообще без проблем. И все, у нас просто не осталось здесь больше никаких гули. И у нас лока зачищена. О-о-о-о. Вот это круто. Вот это на самом деле круто. Спасибо, что подсказали. Так. Пирог тушен. Давайте мы в нее рагу впихнем. Урангвали 65. Опять вот посмотрим, когда он начнет сходить с ума. О-о-о. О-о-о. Нет! Я не хотел этого делать. Неужели мне придется опять загружаться? Хе-хе. О-о-о. Черт. Элитный страж. Могу ли я ему четырьмя ударами отрубить руки, если не промажу? Давайте просто попробуем. Если я не промажу, конечно же. Да, минус рука. Бам. Заражение, перелом, все как мы любим. Умение убежать, пожалуйста. Бам, перелом. Ну, я загружаюсь опять. Просто я буду опять потом этих гулей... До свидания. Короче, ребят, я одел вот эту штуку. Ну, его нафиг. Чтобы не рисковать. Видите, так они меня игнорят. Остается все равно вот это вот. Кусок фекалии. Я могу, наверное, одеть другую шкуру. Та, которая защищает от монстров и животных. А что оно, кстати, не уходит? Уходи. Уходи. А давайте попробуем, работает оно или нет. Не то. Вот ты. В кожу стражи из... Вот, одежда из шкур. Маскирует запах носителя от чудовища, звероподобных созданий. Ты у нас чудовище или звероподобное создание? Ну-ка. Она меня увидела... Умение бежать. Это получилось. Да ну нафиг просто. Так. Подождите. Это нас ведет в... В туннеле. Правда. Так. Не то. Вот это, вот это. Оптимизировать щит паука. Ну, щит паука у него упадет сейчас. Да. Так, тут у нас призраки. С призраками. Блин. А я не помню, могу ли я... У меня нет зачарованного оружия, чтобы бороться с призраками. Давайте я, наверное... Так. А вот ты у нас куда? Это к дереву ведет. Вот, скелетик, кстати. Некромантию на скелете. Нет места для новых. Да-да-да. Вот. Хорошо. Один прямо здесь валяется. Хорошо. Крепко сжимает мертвецов в своих упыятиях. А я тут уже никуда не пройду. Тут я чисто сверху свалился. Так. Один меч у нас в шахтах. Один меч в дереве. Чтобы пройти в шахты, мне нужно пройти мимо призрачных парней. Я вот что предлагаю. Давайте сейчас сохранимся, наверное, на втором этаже тюрьмы. Это у нас будет некий такой хаб, из которого мы можем попасть и в дерево, и в каменоломни, и везде-везде, куда нам нужно. Мне кажется, это будет... Ну, в смысле, не тюрьма, а второй этаж крепости. Мы просто недалеко оттуда. Знаете что? Подождите. Там есть еще одна фишка, куда я хочу сходить. О! Ты! Умение... Антимагия. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это работает! Э-э-э... Нет. Спасибо. Обыскать. Нет. Ничего ценного. Супер. А кто у меня там что? То... Вроде как... С голодом все нормально. Чуть-чуть побаивается, но нормально побаивается. Вот это. Выломать. Выломать. Пожалуйста, не промахивайте. Есть! Нам хватило. Четырех ударов нам хватило. Э-э-э... Значит, спать я не буду, я порву одеяло. Вот тут можно пройти с помощью взрывного флакона где-то. Шишку. Классно. Блин. А-а-а... Не-не-не. Факел я буду использовать. Ну его нафиг. А если что, потом лучше еще наделаю. Ммм... Сырое мясо. Это все можно пожарить. Это все отлично. Синие травы. Это офигенно. Мне бы еще зеленые найти. Голубой флакон. Репу. Череп у нас не котируется. Бутылочка. Ой, блин. Это прям хорошо. Знаете что? Можно будет еще потом сходить в подвал и запастись там спиртным. Там использовать. У меня их три. Один я к тому же сделал по ошибке. Так. Сундук открыть. Пустой свиток. Оно стоило этой монетки. Оно двести пятьдесят четыре процента стоило этой монетки. Так. В принципе тогда нормально. Смотрите. Мы можем... Если сейчас пойдем налево, мы можем поспать возле статуи с вороном и ворон к нам придет. Мы тогда у него заберем ключ и пойдем заберем миазму. Со второго этажа крепости, куда мы сейчас идем сохраняться, мы можем пойти в дерево. Так, мне не сюда. И в дереве получить самурайский меч. Так же здесь я могу спуститься и заново снизу пройти все подземелья для того, чтобы... Ну, или сверху зайти... В общем, мне нужно бы, наверное, зачаровать какое-то оружие, проклять, чтобы бороться с призраками. Потому что с призраками я могу бороться еще к тому же и магией, насколько я помню. Но все же мне нужно проклятое оружие отдохнуть. Поэтому, смотрите, здесь... Спасибо. Вот это зря сделали. Монстров в подземелье нету. Вот. Но сохраниться здесь же я теперь не могу. Мне нужно идти на выход, тратить немножечко времени для того, чтобы вернуться и попробовать еще раз. Вот эта фишка, честно говоря, меня немножко не устраивает. Она не то, чтобы раздражает, но вот зачем. В общем, смотрите, какие планы. Да, в этот раз получилось. Отсюда, во-первых, можно пойти к вороне. Намудохать ворону, потому что у нас есть красный флакон, который выезд, ей глаза. То есть, отобрать ключ и сходить за миазмой. Отсюда мы можем сходить в подземелье, забрать меч и телепортироваться оттуда нафиг. И отсюда же мы можем сходить в дерево и забрать там самурайский меч. Это мы получим три оружия. Причем за руки в городе мы можем получить еще хорошее копье. Мы получаем четыре классных пушки. В принципе, по идее, для всех миазма, правда, начинает потом сводить с ума. Я еще подумаю, но эти оружки нам нужны будут пока что. У нас фулл пати. Но, если что, у нас есть возможность для поднятия скелетиков, для поднятия гулей. И также мы в этой компании сейчас можем наведаться в подвал. Поубивать там вот этих вот паразитов кишечных и понабирать там бутылочки вина и эля из бочонков. Я не знаю, сколько их там будет, но чисто теоретически откуда мы можем взять манну. Получается, у нас два пути развития. Следующая серия уже будет, видимо, ран по оружкам. Мы будем добывать себе хорошие оружки. А потом мы будем уже потихонечку смотреть, как мы пойдем. Если мы пойдем в людской пати, понимаете, это первый раз, когда у меня Кахара выжил. И, наверное, я хотел бы, чтобы он остался жив. Потому что он был таким проклятым чувачком, который погибал всегда при любом раскладе. Но здесь он выжил, и он до сих пор со мной бегает. У нас, получается, фулл каноничная пати, довольно неплохая. Но, как страховка, если у нас кого-то накрывает, мы можем поменять его на скелет. Или же мы можем поменять на скелеты всех. Интересно. Ну, если я могу поднимать гули, а нельзя как-то воскресить? Наверное, это было бы слишком круто. Да, еще нужно будет сходить... Но все равно я пойду проклинать оружки. Нужно будет сходить на Хексен и посмотреть, что я могу прокачать от некромантий дальше за души. И, во-вторых, у меня, получается, два пустых свитка, чтобы такого наваять, чтобы я хотел такого получить. То есть, лечение сильное для одного человека у меня есть. Лечение сильное на пати у меня есть. Некромантия есть. Атакующие заклинания есть. Нужно бы что-то интересненькое. Да, спасибо, я видел в комментариях. Есть списочек того, что можно бы попробовать. Ну, там, кражи и всякое такое. Я, наверное, без записи все это немножко поэкспериментирую. Вот я сейчас сохраняюсь. Мне будет возможность это все сделать. Спасибо, что написали огромнейшие ребята. Ребята, реально просто коменты в этот раз помогают. Огонь! И в этот раз все работает, что не может не радовать. Все, ребятки. Тогда увидимся в следующую субботу. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. А, кстати, да, чуть не забыл. К началу следующей недели будет небольшой сюрприз. Это не связано по Ферренхангер, но это связано по Ферренхангер. Все. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok